О развитии одной из важных отраслей агропромышленного комплекса Кубани мы говорим сегодня с начальником управления по виноградарству и винодельческой промышленности Министерства сельского хозяйства Краснодарского окрая Олегом Толмачевым. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году вступает в силу закон о виноделии и виноградарстве. Документ, безусловно, базовый для отрасли. Скажите, что он трактует и, может быть, вводит какие-то новые понятия? Я бы не сказал, что это документ базовый сразу. Не совсем согласен с этой формулировкой, потому что документ очень важный для отрасли, но базовая отрасль является с 1996 года. Есть много других законов, которые определяют деятельность виноделия. Скорее, этот документ очень важный является для виноградарства, потому что там прописаны основы, как мы будем жить с виноградом, дружить или не дружить, и что мы будем с ним делать. Ну, в частности, там есть вещи, которых не было нигде ранее. Определение виноградопригодной земли. Вообще, что это такое виноградопригодная земля? Попытка ее взять на учет, ввести в реестры, этот закон определяет. Также закон определяет, ну, в общем-то, относительно понятные вещи. Что такое фальсификат? Ну, как бы всем понятно, но эту формулировку, что такое фальсификат вообще, понятно, да? Что такое фальсификат? Например, молока, понятно. Что такое фальсификат? Там чего-то. Вот. В этом законе конкретно прописан фальсификат вина. Ну, винодельческая продукция. Это, скажем, его несомненный плюс вот этого закона. Ну, он определяет еще некоторые положения по развитию питомниководства, но ни в коей мере не затрагивает производство там и оборот, и оборот, да? Там лицензирование вина. Закон важный. Очень много спорных положений, на самом деле. Или, я бы даже сказал, не спорных, а положений, которые нужно уточнять. Потому что, например, он противоречит очень многим действующим законам. Он противоречит в некоторых моментах 171, который регулирует вообще производство. Он противоречит евразийскому регламенту, который вступает с 21-го года. И вот эти противоречия надо как-то синхронизировать сейчас. Вот у нас остается не так много времени, а, это 26-го июня, когда вообще надо его немножко подстроить. А второе, это потом будет 21-й год, когда превыше все-таки договоренности межгосударственной, евразийский регламент, он был составлен раньше этого закона. И там немножко другие формулировки. Ну, если мы берем, например, понятие вина, и там они близки, но разные. Если мы берем понятие в евразийском регламенте, там нет коллекционных вин, то здесь они не появляются. То есть есть вот некий, знаете, это шероховатость этого закона. Вот, специалисты это видят, понимают. И я думаю, что вот, скажем так, при всей позитивности и положительности этого закона, его еще обязательно нужно будет причесывать, редактировать, синхронизировать и приводить в чувство, с которым можно будет, ну, работать, грубо говоря. Успеем причесать? Ну как, что успеем, причешем, что не успеем, будем по ходу делать. Опять же, к сожалению, к сожалению, здесь, в общем-то, он принимался достаточно быстро. Мнение отрасли, конечно, выслушивалось. Мнение специалистов к нему прислушивались. Но принимали его люди, ну, как бы, вот, скажем так... Далекие от виноградовской... Я бы не сказал, что далекие, но имеющие не очень глубокое, да, к этому отношение, такое фундаментальное. Там нельзя вот конкретно к чему-то там сказать, вот это не так, но он как-то немножко не синхронизирован с действующим, как мы сейчас живем, да? Вот. И на самом деле, когда говорят о том, что вот только в связи с этим законом появится там виноградовская, это неправильно, я категорически не согласен. Виноградовская, ну, появилась и состоялась в России. И это доказывают многие международные выставки, понимаете? И вот когда мы говорим о том, что вот теперь и благодаря только этому, это неправильно, это шапка закидательства, виноградовская, и, ну, грубо говоря, с 2011 года, когда мы выехали впервые в Лондон, так, на реальную серьезную выставку и дегустацию, было показано, что у нас-то есть, и у нас на самом деле есть. Так сложилось, что на Кубани, это единственный регион в России, где мы совершили прорыв до того, как все захотели этот прорыв сделать. Люди, вдруг заработавшие деньги, там, нефть, газ, металлы, они вдруг влюбились, некоторые инвесторы в винограде и виноградство, и стали сюда вкладывать огромные инвестиции, тогда, когда еще люди в слове виноград и вино допускали две ошибки при написании. И вот благодаря этим инвестициям в течение последних 10 лет мы имеем классное виноградство, но это стало интересно для многих и других, и туда пошли люди, и слава богу. И туда пошли, и пойдут сейчас и серьезные деньги, и люди пойдут серьезные. Вот, и это позволит стать еще лучше, но мы находимся на достаточно высоком уровне. Закон этот, ну, да, он, скажем так, там есть попытка синхронизироваться с мировыми позициями по виноградарству, но есть, к сожалению, российская специфика, которую вот надо будет вычищать. Коль уж вы затронет тему инвестиций, вот не могу не спросить, в отрасли последние какие-то инвестиционные проекты, которые были реализованы, можете их озвучить? В отрасли идет огромное количество, и шло, больших инвестиционных проектов. Благодаря этим проектам появились суперсовременные виноградни. Ну, вот просто сказочно шикарные, куда люди ездят. Вот, и, если говорить о последних, да, таких серьезных проектах, красивых проектах, это, например, винодельня Сикорского. Это, например, прекрасное шато, которое построено в Анапе, шато Гайкадзор. Я не буду углубляться, это два года назад или три года назад было построено, но это было построено. Вот, появляются очень небольшие, красивые предприятия в таких сказочных местах, как винодельня Гунько. Вот, те же предприятия, которые давно и известны у нас, и пришли еще из советских времен, они настолько преобразились, что их просто не узнать. Тот, кто их видел там 20 лет назад, как я, и видит их сейчас. Хочется аплодировать тем, кто туда просто, несмотря ни на что, вопреки всему, вкладывает огромные деньги. Это винодельня, та же Фоногория, Кубань вино, Абрау Дюрсо, которое стало вообще местом паломничества туристов. Иногда в летнее время количество туристов, которые проходят по заводу, больше, чем число работников. Понимаете? То есть работает 250 человек, а ходит 350 и смотрит на это. Количество автобусов на парковке не помещается. Стоит 42 там, и Карлса, например. То есть есть вот мотивация, и 5 миллиардов, например, по скромным счетам, было вложено в то, чтобы Абрау Дюрсо превратилось в то, что оно сейчас есть. Великолепные подвалы, великолепная история, уже 150-летней историей. Все это привлекает туристов и современное оборудование. Знаешь, так получилось очень интересно, что мы в какой-то момент, когда вот пошли те инвесторы, они притащили технологии, притащили иностранцев, обновились очень сильно. И у нас сейчас есть там Левкадия, Гайкадзор есть, много виноделин, не хочу там кого-то обидеть, на которых применяются такие технологии, которые вызывают удивление у европейских грантов. То есть люди когда приезжают, говорят, ого, а у нас типа это только вот там в Шато Петриос или в Шато где-то там таком-то. То есть мы как бы еще вот такой новый-новый свет, еще не совсем открытый, но имеющий огромный потенциал и его уже реализующий. А наши губанские виноделы чей в основном опыт используют или руководствуются своим? Всех. Опыт. Понимаете, нельзя руководствоваться своим. Ну, например, да, вино и виноделие это вообще такая отрасль, как вам сказать, древняя, традиционная, старинная. И биологические процессы получения вина, почему там почти одновременно хлеб и вино получили, почему вино вообще, если говорить чисто о настоящем мире, продукт натуральный. Это то, что может сделать сама природа без помощи человека. То есть вино, как и вода, например, может появиться само. Если вырастет виноградное растение, ягодка упадет в нужное место. Внутри ягодку заберутся правильные вирусы, не те, которые сейчас бродят, а правильные бактерии. Пойдет процесс биологического выражения, там получится капелька вина. Человек это взял на вооружение и стал делать. Поэтому, скажем так, сама технология, она древняя, древняя, старинная, ей тысячелетия. Ну, так же, как и вот, скажем так, появление человека на этот свет, оно было, в общем-то, рождение, да, беременность, рождение. Все, но биологически они остались такими же, как и 500 тысяч лет назад, но они стали сопровождаться правильными инструментами, там, медицинскими. Так и виногелие. Вот оно стало, этот биологический процесс превращения сока виноградной ягоды в вино, в этот прекрасный продукт, стало просто сопровождаться и обрамляться правильной технологией, ну, современной технологией, красивым оборудованием. Мы, конечно же, знали это всегда, ну, так же, как и рождаются дети. Но, может быть, у нас не было нужных инструментов, но они появились. Появилось то оборудование, мы его взяли и купили. Взяли и купили, взяли и притащили иностранцев, они нас научили чему-то, хотя мы это и умели. Вот. И, в общем-то, мы сейчас имеем абсолютно все то, что имеют в Европе передовые мировые гранды. Мы страна сельскохозяйственная, и мы можем создать классные продукты, это наша фишка. Можем создать в том числе и вино, вино от сельскохозяйственных, мы можем просто создать, и мы их создаем. Вот. И поэтому, ну, грубо говоря, сказать, где мы, да, мы взяли там, что-то в Европе подсмотрели, что-то пригласили, что-то купили. Ну, это все сейчас понятно, и мы этим пользуемся, ну, так же, вот, как телефоном, да, пользуемся, так же и теми инструментами пользуемся там и создаем классные, на самом деле, достойные вина. Я не говорю, что они все, прям все вина у нас классные, но у нас есть сегмент достойнейших вин, который вызывает удивление даже у мировых экспертов. Какие страны мы уже успели покорить? Ну, такое громкое слово покорить, я бы не стал так говорить. Ну, почему нет? Мы не в состоянии покорить, есть мир, который... Хорошо, где признали нашу Кубанское вино, где отметили. Где отметили, да. Ну, первое, мы участвуем практически сейчас во всех международных конкурсах, в серьезных дегустационных конкурсах. Лондон, Берлин, Вена, Конконг. Мы участвуем и получаем там признание. Признание кого? Мировых экспертов, которые говорят, ух ты, смотри, что в России есть. Бах, там и баллы высокие, когда мы где-то оказываемся. Но это, скажем так, это уровень понимания специалистов. Но когда мы выходим и становимся на полку там, то говорят, что Россия, это там, что медведи, снег, откуда у них виноград. Ну, это предубеждение. Ну, это предубеждение, ну, это массовое, грубо говоря, предубеждение, которое со временем ломается. Куда мы идем? Мы отправляем вино в 19 стран. Ну, вот если мы говорим. Начнем, самое большое, там, Украина, Казахстан, ну, типа, вот почти наш. Ну, есть Китай, Бельгия, Австрия, Япония, Англия. Это все очень небольшие объемы, да. Вот нельзя сказать, что мы покорили. Покорили, когда пришли, всех убрали с полоков. Но мы там есть. Вот насколько мы сможем там убедить этих покупателей, ну, скажем так, когда-то сможем. Ближайшие пять лет вряд ли. Но, тем не менее, мы там на экспорте. Это продукция готовая, продукция, ну, конечно, это не сырье. И наши виноделы, там нельзя рассчитывать на серьезный экономический эффект, да, там, или победу. На самом деле, если говорить об экспорте, то это всего лишь полтора-два процента от нашего объема. 92 остается здесь. Но выход туда, помимо того, что мы вот такие мы хорошие и сильные, да, это делается для того, чтобы в первую очередь, ну, как мне кажется, ну, мало того, что там, да, валюту привезти, там, как-то экспорт. Но для того, чтобы быть признанными там, там, в мире. И потом сказать вам, как покупателю, ребята, вот там нас признают, попробуйте нас. Для того, чтобы убедить нашего покупателя в том, что набрать наше вино, надо доказать это там. Там, где существует уже какими-то столетиями вся история. Вот, поэтому, ну, вот я же говорю, 19 стран, объем, ну, не знаю, знаете, когда цифры называешь, там, миллионы километров, вообще непонятно, что это. Ну, вот 300, сколько у нас, нет, 7 миллионов долларов. Вот 7 миллионов долларов – это в прошлом году экспорт. Много или мало, решайте вам. Да, ну, 350, 360 тысяч декалитров мы отправили всей винодельской продукции. 360, чтобы перевести этот декалитр, это почти ведро, ведро – это почти 10 литров. Ну, 3 миллиона 600 литров, там, ну, 4 миллиона бутылок мы там отправили, в принципе. Я говорю, это 2% нашего объема. В то же время, ну, как бы правильно, мы идем, есть задачи, национальные проекты, и, безусловно, мы будем увеличить экспорт, который увеличивается. Там, за последние 4 года мы его увеличили, там, на последние 5 лет, почти в 4 раза. Ну, это достаточно мощно. Там, конечно, есть страны, которые, ну, совсем наши соседние, да, но они уже стали за границей. Там, Латвия, Литва, Эстония, которые там традиционно еще любят. И в то же время есть и страны, куда мы идем, и ставим, видно, там, такие, как, опять же, Германия, куда очень трудно там пройти, попасть на рынок, тем не менее, туда тоже есть эти поставки. Вот, и я думаю, что это будет развиваться направленно, но все-таки главным является это правильное освоение и доказательство, захват, однозначный захват рынка своего. Сейчас этот рынок принадлежит нам наполовину, а половина все-таки чужая. То есть половина на этом рынке, на полке, присутствует вина импортного. И недостаточно высокого качества. Потому что, ну, в основном, в основном, я не буду говорить про вина, которые стоят на полке, стоят 3 тысячи рублей, да, они достойные. Но любое импортное вино с ценой, там, 500 рублей, ну, ему красная цена в Европе, там, 2 евро. Понимаете? 2. 2, это превращается тут в 500, а сейчас, может, и больше. Ну, нам сливают, что попало. Ну, мы же любим Францию, мы же покупаем Италию, понимаете? Ну, мы покупаем бренд. Мы покупаем бренд, мы покупаем историю. Но, к сожалению, так устроен человек. Что с этим делать? Как убеждать людей, как ломать стереотипы? Как позиционировать свое кубанское вино? Нет, все этим занимаются. Значит, вот, если мы говорим про то, ну, как нам это делать, то я могу сказать так, 50 предприятий, которые существуют в крае, активно занимаются. На каждом предприятии есть люди, которые сидят и думают над этим. Они засыпаются этой мыслью и просыпаются. Как убрать с рынка этих людей? Как убрать конкурентов, понимаете? Да, как убрать, как доказать? Поэтому целые отделы маркетинга занимаются этим. К сожалению, закон о рекламе не позволяет в тупую, в прямую рекламировать где-нибудь. Видите рекламу? Не видите, да? К сожалению, мы не можем. Поэтому существует один из механизмов очевидных, я уже сказал, участие в мировых конкурсах, их пиар. Второе, конечно, проведение каких-то дегустаций сравнительных, когда вы приходите, там, ну, некоторая хорика занимается или предприятие, говорят, окей, вы там какое вино любите, там, вот это вот за полторы тысячи, ну, пожалуйста, наливай. А можно мы, вот рядом два бокала, вот мы их вам, ну, теперь вы попробуйте оценить. То есть, вот способы сравнения, да, убеждения людей. То есть, вот эти вот, мне стыдно, честно говоря, когда люди пьют грузинские вина. Вот вообще это отстой. Вот просто вот то, что к нам заходит, или абхазские вина. Вы знаете, что в Абхазии нет виноградников? Я слышала. Поэтому удивлялась. А само название лохны, вы не скажете, для кого это? Название вино. Вот у меня какая-то ассоциация есть. Понимаете, вот, ну, просто, я не знаю, там нет, это идет мусор с Молдавии, проходит туда, в Абхазию, там разливается, и тут все радостно, ура-ура, пьем лохны. Вот, понимаете, и люди пьют, а, к сожалению, продукт вино, он такой, что, ну, как бы вы не можете отличить, вы отличить там, например, я не знаю, хорошую машину от плохой, да, а органолептические, легко можно вот сфальсифицировать и подделать. Согласно, с вином сложно. В этой Абхазии можно там туда капнуть, что надо капнуть, что надо добавить, и вы скажете, ух ты, как хорошо, на самом деле это будет вообще не продукт, который даже пить не стоит. Вот это надо ломать, это надо доказывать, показывать, убеждать, это должны быть дегустационные конкурсы, а внутри России, это должны быть, это должны быть вот такие сравнительные мероприятия, это должен быть, например, винный туризм, то, что сейчас здорово развивается, это ведь правильно, когда, ну, черт побери, вы лежали там три дня на пляже, потом вам надоело, а там смотрите, он там говорит, а вот не хотите на винодельню съездить ли? Вы едете на винодельню, и вдруг вас это покоряет, вы заходите и видите красивейшее оборудование, вы видите классный вино, вам это рассказывают, это вино оказывается еще вкуснее, чем то, что вы пили, и вас учат потихонечку, а какой должен быть правильный вкус, вот не такой, как вы хотите, чтобы оно, как говорит, пахло там каким-то виноградом, на самом деле ароматизатором, а вот теми тонами, типичными для определенной категории вина, вот, поэтому это долгий процесс, но он идет, он идет уже, эти винодельни, вот эти завлекушки, погуляшки, а-ля винный туризм, они свое дело делают, небольшие винодельни, заинтересованные, я знаю, вот проводят прям какие-то вот такие мероприятия в ресторанах, когда вы купили, ну, хорошо, мы вам бесплатно даем попробовать, попробуйте нашу, видите, вот это, это, ну, наверное, это самый главный инструмент, ну, и, конечно, еще люди, когда они едут по винодельням, или, например, в Абраудерсу, вот они прошли, они увидели, они говорят, господи, это все настоящее, дальше они рассказывают, соседу в Мурманске или в Норильске, я был в Абраудерсу, там все честно, там подвалы, там горы, там вот такое вино, это тоже очень работает, то есть это, не знаю, не помню, как это называется. Сарафанная радио. Во-во-во, Сарафанная радио, вот, вот работает, прекрасно работает, поэтому просто мы в начале пути, у нас всего 10 лет активно, а в мире там было 300 лет, у нас есть история шато каких-нибудь французских, итальянских, там 300 лет капали на мозги и говорили, а-ля, Петриус, 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 там, Петриус, видим Петриус за 150 тысяч рублей, говорим, тут неплохо, что, ну, это же Петриус, они 300 лет шли, мы 10, но мы идем. Надеюсь, что этот закон как-то поможет. Ну, почти уверен, что вот принятие этого закона, так или иначе, криво-косо, ну, подрихтовав его, мы, рано или поздно, там, через 100 лет, когда будут наши внуки сидеть, и Петриус скажет, что такая русская, российская, вообще классная, но лучшая, французская, фу, вообще-то ни о чем время. Ну что ж, спасибо большое за беседу, всего доброго. Всего доброго, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»